Свежее веяние в дизайне BMW, вытянутые по вертикали ноздри. Но это не точно, то ли разработка второй серии слишком затянулась, то ли увеличенная решетка обязательно не для всех новых моделей. Но вот, представлено купе BMW второй серии, создатели которого всего лишь внедрили в решетку закрывающиеся шторки, а саму форму ноздрей оставили в покое и направили фантазию на фары и задние фонари. По официальной версии, баварцы вдохновлялись классическим семейством Noe Classe 60-х годов, а точнее двухдверкой 1600-02. Получилось ли? Напишите нам в комментариях. А на деле, получилась довольно крупная машина. Новое купе с заводским индексом G42 на дециметр длиннее прежней двухдверки F22. Крыша стала чуть ниже, а все остальные параметры выросли. Клиренс, к слову, 128 миллиметров. Салон тоже стал просторнее, а выглядит вполне в духе современных BMW. В базовую комплектацию включена мультимедийка с экраном почти на 9 дюймов и стрелочные приборы. За доплату ставится виртуальная приборка диагональю больше 12 дюймов и увеличенный до 10 с четвертью дюймов центральный экран. В плане техники все сложнее. Напомним, что в отличие от четырехдверного Grand Coupe с поперечными моторами и основным передним приводом, двухдверная машина это совсем другая, но тоже вторая серия. В основе купе модульная платформа Klar, проще говоря, укороченная тележка четвертой серии. Основной привод тут пока задний, а полный положен только топ-версии M240, у которой трехлитровый турбомотор и чуть больше 4 секунд с места до сотни. Конечно же, такая квази-МК появится и в России. Ей сразу положена адаптивная подвеска M-Sport, тормоза M-Sport и активный дифференциал M-Sport на задней оси. Другие варианты это двухлитровая бензиновая четверка в двух вариантах мощности, а также двухлитровый турбодизель. Вне зависимости от двигателя второй серии положен восьмиступенчатый автомат. Интересно, что дизельная версия – это мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором, который выдает 11 лошадиных сил и помогает в первые секунды разгона. Выпуском машин займется не Германия, а построенный два года назад завод в Мексике. Продажа стартует в начале 2022 года, причем российское представительство уже успело объявить цены. Повезут к нам только две модификации – базовую дизельную и квази-МКу M240. Продолжение следует...